Я приветствую всех на своем канале. В прошлый раз произошло так, что я сняла для вас ролик вопрос-ответ, но он получился настолько огромным, что я решила его поделить на две части. И сегодня я предлагаю вашему вниманию другую часть, где я отвечаю на самые актуальные вопросы. Так что сейчас мы с вами перенесемся в другое видео, где я буду отвечать на ваши вопросы. Давайте перейдем к следующему вопросу. Какой курорт лучше выбрать на осень? Первый месяц осени, сентябрь, в Турции еще у нас лето продолжается вовсю. Вообще, сентябрь у нас можно причислить к трем самым жарким месяцам. Какие у нас тоже самые жаркие месяцы? Это июль, август и сентябрь в том числе. И вплоть до двадцатых чисел сентября здесь стоит достаточно жаркая погода, теплое море, то есть лето продолжается. А вот уже к концу сентября на курортах Анталийского побережья немножечко холодает. Ну, как сказать холодает. Становится чуть попрохладнее, но при этом все равно солнечно, тепло, море отличное, комфортное для купания. Что касается октября, для меня вот октябрь это действительно идеальный вариант. Погода стоит солнечная, жаркая, море теплое, но при этом нет такого удушающей жары. Кстати, в прошлом году я уже выпускала ролик по поводу отдыха в Турции в октябре, все там подробно рассказывала, так что если вы рассматриваете такой вариант как отдых в Турции в октябре, я вам оставлю ссылочку в описании на тот ролик, там все подробно объясняю. Если вы меня спросите, какие самые теплые курорты осенью, то, конечно же, это будут курорты Анталийского побережья и в первую очередь это Алания, Сидея, Белек и Анталия. В Кимере всегда чуть попрохладнее осенью. На Эгейском побережье, конечно же, будет прохладнее, чем на Анталийском побережье, потому что там уже будет сворачиваться сезон по погодным условиям. Если вы рассматриваете курорты Эгейского побережья, то, в принципе, и там можно будет отдохнуть без проблем. Просто если бы вы хотели более теплую погоду, то тогда лучше рассматривать курорты Анталийского побережья. Давайте перейдем к следующему вопросу. Подскажите, пожалуйста, нужен ли тест, если лечу в Россию транзитом через Турцию? Нет, если вы пересекаете Турцию транзитным способом, то вам не нужен ПЦР-тест. Это 100%. Без разницы, куда вы летите. Если вы транзитник, например, у вас пересадка в Стамбуле, потом летите в какую-то третью страну, для Турции ПЦР-тест не нужен. Катя, скажите, если в банкомате с карты визы снимать лиры, то какой курс и есть ли комиссия? Или лучше доллары с собой брать? Смотрите, в каждом банке предлагается своя комиссия и свой курс. Как правило, самые выгодные комиссии у нас в банках государственного назначения. Это Зиратбанк и Ишбанкацы. То есть, если вы там снимаете, я в прошлом году делала ролик, кстати говоря, там был курс, не курс, а комиссия 4%. То есть, если вы снимаете 100 лир, то у вас забирают 4 лиры. Конечно, я вообще советую при себе иметь не только карту, но и наличные. Кстати говоря, если вы хотите, я могу вам сделать обновленный ролик, про какую валюту брать с собой, где выгоднее снимать, где какие курсы. Если вам нужен такой новый ролик 2021, дайте знать мне в комментариях. Я сделаю в ближайшее время ролик про деньги и про карт, потому что это такая тема. Ну вот на 10 минут точно ролик получится, потому что нужно обозревать банки, везде свои нюансы. Но могу сразу сказать, что в идеальном варианте возьмите с собой и карту, и возьмите часть денег в долларах. Мы переходим к следующему комментарию. Катюша, никак не могу уложить в голове. Мы с мужем возвращаемся в Турцию. У нас уже есть исходы, которые привязаны к нашим транспортным картам. Зачем нам еще коды? Что с ними делать? Заменять на новые? Смотрите, да, действительно, этот вопрос вызывает у многих недоумение. Почему? Когда уже у вас есть заполнена анкета, когда вам уже выдан исход, опять перед поездкой в Турцию нужно заполнять вот эту вот анкету. Смотрите, ведь в правилах по заполнению анкеты у нас что говорится? Что вы должны ее заполнить в течение 72 часов до прилета в Турцию. То есть получается, что каждый раз, когда вы прилетаете в Турцию, вам нужно заполнять эту анкету. Там нет какой-то поправки. О, если вы уже заполняли, тогда можете не заполнять. Вот эти 72 часа говорят нам о том, что каждый раз нужно заполнять эту анкету. И, соответственно, если у вас был старый хез-код, привязанный к транспортной карте, то придется перепривязать новый хез-код на вашу транспортную карту. Вот, да, такое неудобство, но оно имеет место быть. И, к сожалению, приходится с этим мириться. Следующий вопрос звучит так. Скажите, пожалуйста, освещается ли информация о заболевших туристах в отелях? Забронирован тур на конец сентября, но как-то боязно. Я не видела нигде в официальных статистических данных информацию по заболевающим туристам на территории отеля. Я думаю, такую информацию вряд ли где-то будут освещать и демонстрировать. Лично я такой информации нигде не видела. Возможно, она и имеет место быть, но ее не афишируют. Здравствуйте, хотела попробовать самостоятельно забронировать отель и приехать без услуг туроператора. А вообще, как люди добираются из аэропорта до отеля? Добраться вы можете абсолютно спокойно на общественном транспорте. Также вы можете заказать такси, либо заранее трансфер. Вот это, я думаю, три основных такие способа. Ну, либо если у вас есть какие-то здесь знакомые, может быть, вас кто-то заберет из аэропорта. Но если таковых не имеется, удобнее всего, конечно, заранее заказать трансфер. Кто бронирует туры самостоятельно, большинство людей как раз-таки трансфер заказывают. Подскажите, пожалуйста, ограничение багажа 10 килограмм это на каждого человека? Как правило, у большинства туроператоров сейчас ограничение 10 килограмм на одного человека. То есть на каждого человека приходится по 10 килограмм. Тем не менее, чтобы быть уверенным наверняка, я бы советовала все-таки обращаться либо к вашему турагенту, если вы летите по путевке, либо же на горячую линию авиакомпании, в которой вы летите, и уже там уточнять, можно ли будет объединить ваш багаж. Давайте перейдем к следующему вопросу. Можно ли на любом турецком пляже просто лечь на песок, на полотенце в любом месте бесплатный или обязательно нужно платить за шезлонг и так далее. Вообще со своим полотенцем вы можете прийти абсолютно на любой пляж, но, конечно же, если вы приходите на пляж отеля, то вы можете там лечь со своим полотенцем около береговой линии, то есть вблизи моря. Я не думаю, что можно сделать так, когда вы среди шезлонгов на территории отеля ляжете на свое полотенце и сможете отдыхать, потому что, скорее всего, могут подойти и что-то сказать. Поэтому, в принципе, если вы вот подальше от шезлонгов, прям близко к морю ляжете, я думаю, вам никто ничего не скажет. Ну и, естественно, на всех муниципальных пляжах вы можете лежать со своим полотенцем абсолютно бесплатно. Следующий вопрос я не буду полностью читать. Здесь смысл в том, что люди летят из Москвы в Стамбул, затем в Аланию и спрашивают, хискот нужно будет делать только один раз на Стамбул или на Аланию тоже. Смотрите, вы делаете хискот, заполняя анкету. В анкете есть графа, где вы прописываете адрес вашего пребывания. Соответственно, вам нужно заполнить анкету только один раз, но вы укажете в этой анкете два адреса. Первый адрес это будет Стамбул и, соответственно, место проживания. И затем там есть плюс добавить адрес и добавлять адрес проживания в Алании. В итоге вам выдастся один хискот и им вы уже можете пользоваться на территории всей Турции. Вам не нужно делать какой-то повторный хискот. Следующий вопрос. Привилась спутником Лайт. Люди, кто тоже привился этой вакциной? У вас не было проблем? Спокойно полетели? Я сразу могу вам ответить на этот вопрос, потому что мы его обсуждали еще и два месяца назад, по-моему. Поэтому официально в посольстве Турции, в России, был предоставлен перечень тех вакцин, которые принимаются на территории Турции. Их там всего четыре. И спутник Лайт входит в этот перечень. Поэтому вы можете не переживать и спокойно прилетать на территорию Турции без ПЦРТС. А главное, чтобы вакцина была сделана не позднее, чем за 14 дней до прилета в Турцию. Это самое основное. Следующий вопрос. Катя, здравствуйте. Подскажите, какие банковские карты действуют в Антали? Карты МИР нельзя пользоваться. На территории Турции вы можете расплачиваться картами платежных систем ВИЗа, Мастеркард, ну а также Маэстро. Что касается карт МИР, то с этой карты вы можете снимать деньги только в банкоматах Зерядбанкосы и Ишбанкосы. В остальных ее не принимать. Соответственно, если вы хотите расплачиваться в каком-то магазине, важно, чтобы в данном магазине были терминалы данных банков. Вообще, очень много в последнее время поступает вопросов именно по деньгам, по картам. Я думаю, пришло время снять отдельный ролик, так что постараюсь на следующей неделе это сделать. Ну вот, следующий вопрос у нас опять касается денег. Катя, скажите, можно ли расплачиваться в магазинах рублями? Не во всех. В некоторых действительно принимают рубли. В частности, на территории отелей могут принимать магазины рубли, где-то на базарчиках. Но если пойти в какие-то крупные торговые центры, не везде принимают рубли. Так что лучше при себе иметь и карту, и какую-то дополнительную валюту, либо же турецкие лиры. Буду подробно все обозревать, наверное, в ролике про деньги. Я бы хотела поблагодарить всех тех, кто задает мне вопрос, потому что благодаря вам я понимаю, какие темы вас интересуют. Я, как уже обещала, хочу раз в неделю проводить вот такое видео в таком легком формате, где я отвечаю на ваши вопросы. Если вам нравится такого толка ролик, обязательно ставьте лайк, чтобы я поняла, что вам действительно нравится такой формат. Ведь для меня самое главное, чтобы вам было интересно. Ну и, конечно же, продолжайте задавать вопросы. Даже если я в комментарии на них не отвечаю, вполне вероятно, что ваш вопрос может попасть в следующий ролик формата вопрос-ответ, где я подробно на него отвечу. На сегодня получились вот такие вот вопросы. Надеюсь, видео вам понравилось и было полезным. Ну а на сегодня все. С вами, как обычно, была Катя, и мы увидимся в следующем ролике.